Вопрос, который я адресую в нашу студию в отеле Ар-Ратхаят, сейчас Валерий Касамара, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики. Валерий Александрович, я приветствую вас, благодарю за то, что вы с нами сегодня. Что происходит, на ваш взгляд, с российскими гражданами, и главное, как это происходит? Я не берусь утверждать, что возмущение носит массовый характер, но вот, насколько они искренние, насколько чистосердечны, или все-таки это следствие некой манипуляции сознанием? Ну, вы знаете, я хотела бы начать с того, что для нашего общества, в принципе, характерно ощущение наличия врага. И если мы с вами посмотрим на результаты опросов общественного мнения, которые проводились вот совсем недавно, еще до сирийских событий, то все цифры показывали, что у нас был просто пик антиамериканских настроений, когда главным врагом во время опросов общественного мнения россияне называли Соединенные Штаты Америки. Но Соединенные Штаты Америки были очень абстрактным врагом, потому что если переходить на такой вот бытовой уровень восприятия, то понятно, что проще иметь врага, которого можно вот потрогать, пощупать, который не какой-то абстрактный. Когда россияне говорили, что это Обама, который находится за океаном, и вот непонятно где. Но опять же этот враг был персонифицирован в виде президента Соединенных Штатов Америки. И вдруг происходит событие, в ходе которых появляется реальный враг, которого можно увидеть на улице, который может владеть кафе, у которого может быть торговая сеть. И получается, что вот эта вот бытовая агрессия, которая в принципе характерна для нашего общества, и плюс постоянный поиск этого врага, к которому мы уже привыкли, потому что это некая такая навязанная технология, когда имея этого врага, мы можем списать на него кучу своих, опять же, бытовых проблем. И инфляцию, и понижение заработной платы, и увольнение. И сразу становится проще, потому что есть кто-то, на кого можно показать пальцем и сказать, что он виноват. И вот здесь мы с вами являемся свидетелями того, что вот эта вот бытовая агрессия и желание на кого-то свалить свои проблемы, оно оказалось четко представленным, визуализированным, не абстрактным, не где-то за океаном, а здесь рядом с нами. И поэтому, как бы президент Российской Федерации в своем послании не пытался развести, как он сказал, правящую верхушку турецкого государства и там трудолюбивый, добрый турецкий народ, все равно в массовом восприятии все уже перевернулось с точностью наоборот. И вот то, что вы приводили, примеры, это опять же вот такое очень показательное поведение, проявляющее и нашу ксенофобию, и в то же самое время нашу нетерпимость и готовность найти, на кого выплеснуть свои негативные эмоции. Я понимаю, что нужно говорить об этой проблеме. В нашей беседе присоединяется Алексей Самохвалов, директор Национального исследовательского центра телевидения и радио. Я приветствую вас, благодарю за то, что приехали. Какова роль средств массовой информации вот в таких ситуациях? И не сильно ли она преувеличивается? Или все-таки ментальность основное? Средства массовой информации, безусловно, играют в данной ситуации, я считаю, негативную роль, потому что проблема эта заостряется, проблема эта анализируется не всегда объективно. И я думаю, что когда такие вот происходят конфликты, то их надо решать на межгосударственном уровне, возможно, в международных судах. Кто компенсирует семье погибшего летчика, так сказать, ущерб, который возник с его смертью? Кто компенсирует Российской Федерации стоимость самолета? Египетские власти собираются хоть что-то предпринять для семей погибших? Я тоже, кстати, задавался этим вопросом. Да. Почему никаких нет претензий к египетской власти? Да, значит, надо... Они же не обеспечили безопасность в своем аэропорту. Абсолютно верно. Не турецкие, не российские, не другие какие-то власти. И вот эти вопросы надо решать всерьезно. И надо в случае таких конфликтов заключать соглашение между военными властями, потому что когда самолет вылетает с территории Турции, а его фактически догоняют, избивают, мне кажется, здесь говорить о каком-то факте агрессии или попытке тоже нельзя. И такие резкие движения предпринимать по отношению к войскам, которые приглашены в Сирию, все-таки по просьбе правительства, я считаю, это недопустимо. Я одну ремарочку сделаю, пока никто не доказал, что сбитый СУ залетал на территорию Турции. Ну, тем не менее, вот, как бы он вылетал, он уже был на территории Сирии, да? И летчик наш капиталитировался на территории Сирии, правильно? Вот, то есть, надо военным властям было договориться между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Турции. Я считаю, что вот наше Министерство обороны Российской Федерации в этой ситуации тоже не совсем, так сказать, хорошо выглядит, когда такая крупная группировка находится на территории другого государства, надо с соседними государствами все эти вопросы решить заранее. А вот такой вот поверхностный взгляд, когда у нас в студии там призывают чуть ли не к войне, там, я помню, когда говорили об Украине, там говорили, что вот у нас есть ядерное оружие, да, когда был конфликт вот этот с Донецком в самом, так сказать, разгаре. Я считаю, что такие вещи совершенно недопустимы. Я знаю, что об этом говорил как раз представитель Министерства обороны Украины. Вот, ну, ничего страшного, когда нормальные позиции совпадают у меня, например, с другими представителями других там каких-то государственных органов. Санкт-Петербург мы включаем. В нашей студии Кемпинский мой К-22 Аполлинария Аврутина, доцент кафедры международных дисциплинарных исследований в области языков и литературы СПБГУ. Аполлинария Сергеевна, вы известны в том числе как переводчица знаменитого турецкого писателя Архана Памука. Изменилось ли что-то в вашей работе после вот ухудшения отношений между Россией и Турцией? Добрый день, коллеги. Нет, не изменилось. Сразу скажу, что с первых дней начала конфликта мы, тюркологи, все, кто устроил отношения с Турцией в течение последних 20 лет, те, кто участвовал в построении этих дружеских отношений, с первой минуты поняли, что нужно делать все необходимое для того, чтобы не состояться, не дать этому конфликту принять затяжную форму. Более того, понимаете, те анти-турецкие настроения, которые поднялись в нашей стране, характеризуют нас, может быть, не с лучшей точки зрения, поскольку недалее, как в этом году мы праздновали юбилей Великой Победы, и когда появляются какие-то националистические движения в России, согласитесь, или в Петербурге, в Ленинграде, согласитесь, это нас не очень красит. Но создается впечатление, что у нас, у ученых, у тех, кто занимается Турцией, у тех, кто занимается, в частности, переводом, изучением языков, литература, в это время появилась нелегкая обязанность попытаться все это остановить. И, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что в моей работе ничего не изменилось, мы намерены продолжать культурные проекты, которые у нас запланированы. Все эти проекты будут продолжены, все книги выйдут, все встречи состоятся. И я считаю, что наводить здесь панику не совсем корректно, потому что в Турции подобных проблем не существует. В Турции на данный момент нет никаких антирусских волнений, нет антирусских выступлений. Я читаю отзывы, письма моих подписчиков в Фейсбуке, те, кто живут в Турции, пишут, что мы ходим по улицам, мы совершаем покупки, мы разговариваем с людьми, но мы возвращаемся домой, мы открываем наши СМИ, мы открываем социальные сети, и мы приходим в ужас, потому что вся война между турками и русскими, она происходит именно там. На деле в Турции никакого враждебного отношения к русским нет. Спасибо. Мы сейчас приверемся на рекламу, после нее продолжим. Да, мы продолжаем анализировать процессы, которые происходят в нашем обществе с инцидентом. В Сирии и ухудшением российско-турецких отношений. Валерия Александровна, мы вновь возвращаемся. Скажите, вот вы говорите, образ врага, он характерен для нас, но а почему российское общество так легко соглашается с позицией «мы в кольце врагов»? Дело в том, что если мы сейчас признаем, что у нас есть определенные проблемы, которые необходимо решать, то это означает, что мы берем прежде всего на себя ответственность за решение этих проблем. В данном случае нам проще перебросить вину за какие-то проблемы на кого-то. Это всегда делает нашу ситуацию проще, лишая нас ответственности, потому что за время существования современной России, с момента распада Советского Союза, мы все время пытались понять, а кто виноват в тех проблемах, которые у нас бывают. Но сначала был виноват там Ельцин с лихими 90-ми, потом еще какие-то проблемы. А вот сейчас ситуация на самом деле, которая впервые произошла за все время существования нашей с вами страны, потому что впервые люди стали поговорить о том, что, возможно, будет война. Причем эти разговоры, они появились совершенно на бытовом уровне, когда люди в транспорте, в маршрутках, в метро могут спрашивать друг друга, задавая такие совершенно риторические вопросы, а война-то будет. И вот это вот ощущение нестабильности, его тоже, понимаете, надо на кого-то, кому-то приписать, кто в этом виноват. И поэтому появление теперь такого вполне осмысленного врага, который находится рядом, плюс который первый пошел на конфронтацию, в которой мы совершенно не виноваты, то это для общественного сознания очень просто, очень легко. Не надо ничего объяснять, не надо ничего придумывать. Поэтому в данном случае, резюмируя, это наша, с одной стороны, безответственность и инфантильность, и состояние такого тотального недоверия, которое есть в обществе. И поэтому для нашего общества именно характерны ощущения таких врагов. Потому что если сравнить с опросами, которые проводятся, например, в Западной Европе, то когда речь идет про врагов, то, например, европейцы будут вам называть прежде всего глобальные угрозы, терроризм, причем это те ответы, которые были еще задолго до массовых террористических актов. Или там наркомания, то есть то, что является вызовом для всего человечества. А у нас враг, как всегда, персонифицирован. Причем эта персонификация идет либо на уровне страны, либо на уровне человека. А сейчас понятно, что вот они конкретно эти люди, которых можно себе представить. Кто такие турки, кто такие турецкие предприниматели. И вот их турецкие помидоры, от которых мы теперь готовы отказаться, продемонстрировав свои патриотические чувства. Валентина, а куда ведет вот это нас, вот эта наша инфантильность и безответственность? Ну, вы знаете, с одной стороны, тут еще средства массовой информации, они подогревают такую вот истерию, которая будет в обществе. Ни к чему хорошему это не приведет, но на какое-то время это, по крайней мере, скажем так, отводит общественное внимание от реальных проблем. Потому что здесь получается, что ощущение вот этой вот наличия врага, оно заставляет людей, с одной стороны, сплачиваться против этого внешнего врага, а с другой стороны, хоть как-то заставляет подумать о том, что лишь бы не было войны, и закрыть глаза на те ежедневные проблемы, с которыми россияне сталкиваются. Потому что все ходят в магазин, все видят, что цены растут, все понимают, что инфляция сжирает доходы, все понимают, что ситуация непростая. Но на фоне возможной военной угрозы, это сразу все становится не таким значительным и не таким серьезным. То есть, переключая внимание на ситуацию более, скажем так, взрывоопасную, мы на сегодняшний момент уводим от решения 7-минутных проблем. По телефону с нами сейчас Ирина Хакамада, политик, известный политик, Ирина Муцуновна, я приветствую вас, благодарю за то, что подключились. Да, добрый вечер. Скажите, вы насколько ощущаете вот эту масштабность негативных настроений в отношении Турции? Можно ли говорить сейчас о некой галтелой истерии, что ли? Ну, а галтелой истерии, это, конечно, больше относится к работе масс-медио, и в этом стиле уже они работают бесконечно долго и до конфликта с Турцией. Что касается президентского послания и поведения высшей элиты, то нужно иметь в виду, что в любом конфликте любое заявление со стороны президента или других уполномоченных лиц, в том числе и Министерства обороны, имеет двойное значение. С одной стороны, для внутреннего употребления, для конфликтации населения, я согласна с предыдущими комментами в этой области, это то, чтобы отвлечь от кризиса и все равно конфликтировать нацию против очередного врага. Но с другой стороны, есть и заявления для внешнего рынка. И вот здесь есть возможность медленно разворачивать лодку в обратном направлении, но для этого необходимо время, для того, чтобы консолидация продолжалась, но уже с другими, может быть, лозунгами, а при этом сближаться опять с Турцией, договорившейся о каких-то экономических общих интересах. Недаром Герман Греф считает, что доэскалация конфликта в 2016 году все равно будет происходить, потому что экономические интересы в условиях нашей конъюнктуры достаточно серьезные в кооперации с Турцией. И вот я считаю, что Турция сознательно сделала этот шаг, и он был очень провокационным и преследовал свои интересы. И в ответ на такие шаги нужно последовательно уметь преследовать свои интересы. И здесь не так действовать в лоб. Не типа, вы нам это, мы вам это и одними помидорами не обойдетесь. Ну, в общем, макеавеллик. Почитайте, там все написано. Спасибо. Прямо после эфира я этим займусь. Ирина Муцумовна, вот интересно ваше мнение. Вы же вполне профессионально занимались политикой, были высших и шиновных практически нашей элиты. И сейчас там находитесь. Скажите, вот абсолютно в наглую сбит военный самолет российский, убит российский летчик. По какой-то непонятной мне случайности, это все снимается на камеры, оказывается, в месте событий группа съемочная. И это вызывает абсолютно обоснованные подозрения о некой засаде и об организации всего этого инцидента. Как российские власти должны были реагировать? Они среагировали абсолютно правильно. Поэтому я и говорю, что первая реакция абсолютно правильно, жесткий отпор и очень жесткая риторика вплоть до определенных действий. Но любые войны заканчиваются и любые конфликты заканчиваются. Поэтому за периодом обострения должен последовать период стабилизации, а потом период нахождения общих интересов. В политике не бывает никакой любви и никакой дружбы. Это оговорка президента, что типа друг нам в спину. В спину это правильно, но не друг. Нету вообще друзей в политике. Нужно было считать интересы. И специалисты, эксперты, которые работают с президентом, должны были указать на противоречивое положение внешнеполитической Турции в связи с тем, что Россия начала свои военные действия. Потому что там интересы достаточно обособлены. И этого можно было ожидать. Этого можно было ожидать, потому что режим в Турции таков, что он действует тоже по-пацански, грубо говоря. Поэтому сейчас пройдет риторика. Поиграем в санкции. Потом, значит, стабилизируются отношения. А потом, если мы хотим быть эффективными, то, с одной стороны, можно одной рукой налаживать какое-то сотрудничество с Турцией после всяких дипломатических шагов. А с другой стороны, помнить, что это совсем не друг. И поэтому быть готовым к различным формам политического воздействия на подобный режим. Ирина Александровна, я благодарю вас. Ирина Хакамада, известный политик, была на прямой связи с нами по телефону. Некий рецепт предлагает мне Алексей Григорьевич решение этой проблемы. В перспективе, правда, если начнутся все же подвижки к международным встречам на двустороннем удовольствии. Пожалуйста, Алексей Григорьевич. Я думаю, что вот от этих взаимных обвинений и напряженностей, которые создают СМИ, надо переходить все-таки к переговорному процессу. Необходимо, чтобы дипломаты российские, турецкие, военные, экономисты сели за стол переговоров и определили перспективы взаимного сотрудничества наших стран. Потому что, действительно, а что же с потоком газовым, а что с материальным обеспечением семьи погибших и так далее. Это понятно. И, Аполлинария Сергеевна, я предлагаю вам закончить нашу дискуссию вот ответом на такой вопрос. Как вы думаете, Тороль, которую играет Россия сейчас в мире, отражает ожидания наших сограждан? Думаю, что отражает. Но вот какой момент. Видимо, наши специалисты пропустили определенные настроения в турецкой прессе. Просматривая сейчас публикации годовой и двухлетней давности, я нашла серию статей, в которых откровенно говорится. О планах турецкого правительства, так сказать, развернуть. Но если не военное действие, то повысить какую-то...